Проверяют водителей и пассажиров. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Ульяновской области, возобновились рейды в общественном транспорте. Проверяют соблюдение масочного режима. Эти рейды становятся ежедневными практически. Мы все знаем, что число заболеваемостей растет, коронавирусной инфекцией. Поэтому мы вынуждены сегодня проверять, мониторить и смотреть ситуацию по городу Ульяновску, городу Димитровгарду и в районах нашей области. Работа проходит одновременно во всех районах города и области. Однако организаторы действуют не только запретительными и карательными методами. Если у гражданина нет с собой маски, то в городских автобусах их выдают кондукторы или водитель. Это делается по поручению министра промышленности и транспорта Евгения Лазарева. Стоит отметить, что в регионе налажено производство одноразовых масок и дефицит с этим продуктом у нас не наблюдается. И мы призываем всех жителей Ульяновской области для обеспечения здоровья населения использовать средства индивидуальной защиты не только в транспорте, но и во всех местах общего пользования. Но даже то, что ограничительные меры и ответственность за их неисполнение закреплены в статьях административного кодекса, исполнять их желают не все. Причем есть и злостные нарушители. К сожалению, опасность вируса осознают не все. Именно поэтому законодательно закреплено, что транспортная полиция может оштрафовать за неисполнение требований этой статьи как водителя, так и пассажира. И сумма для последнего весьма неприятная – от тысячи до 30 тысяч рублей. Нет, не нужна мне маска. Почему? Зачем она мне не нужна? Я ее в поликлинику, в детских садах. А в общественном транспорте тоже вообще-то рекомендовано ее носить? И перчатки, кстати, тоже. Хорошо, буду знать. На водителя без маски составлен протокол. Теперь суд решит, отделается ли маршрутчик предупреждением или его обяжут заплатить штраф. Такие дела рассматриваются, как правило, от недели до месяца. Уже существует наработанная практика их ведения. На пассажиров пока протоколы не составили, но такое право, прописанное в законе, у транспортников есть. Так что, садясь в общественный транспорт, не забывайте маски. Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Улправды ТВ.